Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру вторжение. Так, зайдем в кузницу и... ох, елки ты палки. Так, ребят, надо вот этого персонажа, наверное, нам улучшить. Так, посмотрим, 42 гема нужно потратить? Нет, пускай лучше он будет час-четырнадцать минут улучшаться. Так, ну что же, по героям, ребят, я приобрел себе молния. Я пока еще не особо хорошо им понял, как играть, но, надеюсь, разберемся. Так, доступны очки умений. Где? А, ну у меня есть одно очко умения, но я хочу, ребята, вот этот скилл прокачать. Дрон. Я еще не знаю, что он делает, но я думаю, что от него будет больше толку. Так, что у нас тут? Сундуки. Ну, сундук я уже открыл. Так, смотрите, ребята, самое интересное, у нас третий день у мясника. И, кстати, каждый день последующий становится все сложнее и сложнее, и мы за это будем зарабатывать с вами сундуки. Поэтому к мяснику мы вернемся чуть позже. Так, у нас открылся с вами портал, и куда же этот портал нас привел? Вот сюда. Но для начала, я думаю, что нам все-таки нужно доразобраться с Минотавром, и мы, наверное, как раз с этого и начнем. Поехали. С этой позиции наши шпионы следили за Минотаврами. Нужно организовать оборону и все здесь осмотреть. Я полностью согласен с командиром. Так, что мы с вами делаем? Так, вот у меня два героя, и нам нужна, естественно, ячейка. И будем мы с вами брать... Я вот даже не знаю, что взять нам темного эльфа-лучника, да, чтобы он отравлял. Или же взять нам лучника. Обычного лучника, но у него, ребята, неплохие. Смотрите, зелье страха, магические стрелы, и на третьем уровне у него появляется горн Средиземья. Что он делает? Увеличивает дистанцию атаки союзников, поощряя их заслуги. Слушай, я думаю, что, наверное, нам лучше взять именно эльфийского лучника. Обычного. Ну что, поехали, ребята. Будем начинать, будем смотреть. Я думаю, что я прекрасен, как всегда, и спасибо тебе за это. Смотри, здесь следы и палатка. Это был его лагерь. Хм, а что за куча пустых бутылок? Это же боевые зелья минотауров. Они дают им огромную силу. Должно быть, ученый пытался раскрыть секрет этих зелий. Хм, а пахнет, как какая-то жуткая самогонка. Хе-хе-хе. Так, ну что, ребята, у нас с вами всего лишь одну дорожку мы должны защитить. Вот у меня молнии. Видите, как у него, ребята, прикид. Он довольно нехилый. У него посох на исцеление стоит. Так, а это мой главный персонаж. Я думаю, мы его поставим вот сюда. Так, ну что же, давайте. У нас тысяча голды. В данный момент семь волн будет впереди. И, я надеюсь, тут ничто не юзается. Так, приступим. И, естественно, вот на таких вот, ребята, пяточках лучше всего ставить, естественно, нашего подрывника. И, блин, прокачать хочется, но не буду. Достаточно будет, наверное, одной звездочки. Так, сюда. Вот сюда я поставлю, наверное, нашего друида. Прокачиваем его вот так с легендсушки. А вот сюда я, наверное, поставлю наших рыцарей. Тоже прокачаем их маленечко, да? И вот сюда я поставлю эльфийских лучников. Вот таким вот, ребята, образом мы пока с вами расстановку сделали. И давайте смотреть, что у нас тут будет. 16 минотавров в данный момент идет. Я думаю, что ничего здесь плохого не будет. Кстати, у меня, ребята, есть суицидные кролики. И телепорт откидывает врагов немного назад. Так, давай-ка, молнии, встань-ка сюда, чтобы ты хотя бы дотягивался. Да, ребята, он бьет чисто молнией. Такой вот персонаж у нас будет. Так, давай-ка мы будем сдерживать этих минотавров, чтобы они никуда здесь не прошли. Еще раз напомню, ребята, вот эту дорожку мы с вами должны защитить. То есть они вот так вот будут в круговую идти. Пока вроде бы довольно неплохо. Давайте проверим, как у нас вот эта вот штука работает. Ага, отбрасывает, да. Но не всех. Не всех, к сожалению. Так, давай-ка прокачаем, наверное, эльфа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребят, я боюсь, что я подрывника, наверное, не туда, куда нужно поставил. Я просто не думал, что они пойдут именно вот в такую круговую. Но, тем не менее, мы достаем. Так, давай-ка сюда перейдем с тобой. Это только лишь первая волна. Я уже тут, ребята, встреваю по полной программе. Пёся, помогай, пожалуйста, своему хозяину. Ты видишь, что он не справится? Молнией, иди сюда. Хватит там отдыхать. Конечно, он слабоват, мне кажется, ребят. Не знаю. Может быть, у них иммунитет к магии. Но молнией он не так хорошо, конечно, прожаривает. Так, следующая волна у нас... Ага. Минотавр-шаман там будет. Ну что же, я готов. Я готов. Ребят, пока они идут с одной дорожки. Поэтому я думаю, что, наверное, всех героев нужно туда поставить. И сюда, наверное, мы поставим с вами бомбардира. Точно. Пускай он здесь будет наяривать своими бомбочками. Нанося массовый урон. Вы что-нибудь понимаете в этой куче? Я лично ничего не могу разобрать. Давай-ка вот так вот приблизим. Вот. Довольно эпично смотрится, когда в приближенном виде. Хе-хе-хе. Так. Бамс. Шикарно. Там шаман что-то буянит. Ну, ребята, у меня герои пока целенькие все. Бомбардир старается, наяривает. Так, подожди. А как мне... А, вот, все, отодвинул камеру. Я уже думал, что она зависла. Так, можно прокачать еще на один уровень, ребята, бомбардира нашего подрывника. Так его называют. Так, и следующая волна. 18 минотавров. И хотел посмотреть, кто там еще будет. Но не успел. Так, друидушка, наверное, мы тебя сейчас прокачаем. Нам нужно всего две монетки. Вот так. На две звездочки. В идеале лучше, конечно, чтобы он имел при себе панду. Кстати, у меня молнии может призывать к себе на помощь мертвецов. Ну, правда, эти мертвецы ватные и ничего не делают. Вон он стоит. Упал. Даже ничего не сделал. Слушай, неплохо мы тут наяриваем. Давай, наверное, мы прокачаем еще нашего мечника. Который почему-то даже не участвует в боях. Воу. 280. И он у нас вот таким становится. Это будет круто, наверное. Давай, давай, давай. Не даем им спуску здесь. Мне хочется дойти до босса. Я почему-то уверен, что здесь будет именно минотавр. Вот он, зомбарь. Там что-то кусает. Если бы это было бы как в Тавер Конквесте. Помните, да? Зомби кусает и заражает вражеского противника, который при смерти превращается еще в одного зомби. Вот это было бы шикарно. Так, мечник. Прохлаждается. Ты посмотри. Нет. Нет, ребята, подорвался. Он помогает все-таки. Так, ну что? С этой волной мы тоже с вами справляемся. Так, опять же минотавры. 18 штук. В общем количестве. Так, у нас 663 монетки. Я думаю, что нам нужно что-то с вами предпринять. Вот здесь давайте-ка мы поставим лучника. 620. Вау. Так, ну что? Ой. Ёлки-палки. Уже отсюда пойдут. И здесь у нас будет здоровый, ребята, минотавр. Поэтому давай-ка, наверное, мы вот сюда перейдем. Я надеюсь, эти ребята здесь справятся. Так, эльфийка кричит. Лучница, да? Светлая. И я не знаю, чем она пощеряет. Может быть, она как-то усиляет наших бойцов. Хотелось бы в это верить. Так, ну что же. Ждем с вами огромного минотавра с дубиной. С бревном даже, я бы так сказал. Ну где он там? Что-то не идет. Так, ладно. Смотрите, тут пока все хорошо. Справляются вообще на изи. Прокачка больше недоступна здесь. Ага, вот. Теперь у нас становится крутой мечник. Так, а вот, ребята, и здоровяк идет. Так, молнии, давай иди сюда. Начни издалека его молниями гасить. Оу. Так, он его станет потихонечку. Слушай, мы никакого урона практически ему не наносим. Слушай, мне это не нравится. Давай-ка иди сюда. Подрывник. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то здесь, ребята, не то пошло. Нам нужно 320 монет, чтобы я смог усилить своего вот этого вот бомбардира. Ты хоть встань сюда и подсоби нам маленько. И дрел на ложь. Давай-давай-давай-давай. Ох, нет-нет-нет-нет-нет, не надо так делать. Ты посмотрите, что он сделал. Ребята, одним ударом практически всех моих бойцов убил. Одним каким-то ударом. Так. Эльфийка, ты достанешь? Достает. Ну, ему пофиг, ребята. Он бесстрашный. Он даже не боится ничего. А если я вот так сделаю? Воу. Ну, не очень далеко, конечно, телепортирует. Смотри-ка. Что это такое? Вау. Ничего себе. Он, ребята, выкинул свой меч и взял вот такой, что ли? Хе-хе-хе. Прикольно. Мои герои, ребята, рисанулись. Поэтому я думаю, что мы его сейчас ушатаем. Бедный молний погиб сейчас только что. Да. И мой герой тоже, к сожалению, отдуплился. Так. Все-таки действует, ребята, страх на них. И сейчас, я думаю, эльфийка расстреляет его. Ну, давай-давай. Есть. Подбили. Так. Что у нас там? 16 минотавров. Ну, я думаю, что это ерунда для нас, ребят. После вот такого вот амбала. Какие-то тут 16 минотавров никчемных. Так. Молний. Давай, иди сюда. Вот это мне нравится, ребят. Что он берет в руки такой здоровый. А это еще-ще за лазучек тут. Так-так-так. Погоди-ка. Погоди-ка. Я на это не соглашался. С какого, блин, перепуга здесь какой-то хонорик, ребята? Они в инвизии. Да нет. Вроде бы как видим мы их. Но они какие-то прозрачные. Ну-ка. Наказывай, наказывай. Так, нам нужно прокачать, ребята, вот этого вот стрелка. 250 монет нам нужно для этого всего. Так. Прокачка. Замечательно. Так. Вот сюда, наверное, нам нужно поставить мечника. Чтобы он хоть как-то их сдерживал здесь. А панда в этот момент будет, естественно, их колупать. Отлично. Так. Погоди-ка секунду. Мне вот этот подход не нравится. Он в инвизии. И такое впечатление, что именно лучники не видят. Ближники видят, а вот лучники нет. Что это такое там? Ребят, видели? Кролик кусок оторвал и потащил куда-то. Что у нас здесь? Ага. Семь таких. А кто это такие? Я про них, кстати, не читал информацию. Я вам серьезно говорю. Я про них информацию не читал. Я поэтому не знаю, кто они такие. Это какие-то разбойники, судя по-моему. Ох, ехки ты палки. Они со всех сторон идут на меня. Они идут со всех сторон. И здесь еще и громозека. Так. Отойди, пожалуйста, подрывник. Ох, ехки ты. Давай попробуем вот так, ребята, сделать. Так. Молний. Господи, он всех разбомбил. Ты представляешь? Он всех просто раздавил. Срочно прокачиваем нашего эльфа. Я вот думаю, что, наверное, здесь... Да ладно тебе. Перезарядить. Нет, не хочу перезаряжать. Ну-ка, если так. Отлично. Пока, ребята, вроде сдерживаем. Нам вот сюда нужно поставить мечника. Хотя он его опять же раздавит. Я больше уверен. С полтычка причем. Ну, врагов-то, посмотри, сколько там идет. Так, молнии, родной мой. Иди сюда, пожалуйста. Иди сюда. Ты видишь, что тут происходит? Нам нужно его подбить. Да ладно тебе. Ну, сжарь еще хорошенько-то. Есть. Погоди-ка, ребят. Придет смотреть. Ну, помогут мне эти ребята, надеюсь. 50. Не хочу я тратить, понимаешь? Ну. Придется, ребята, потратить. Ты представляешь? А знаешь, почему? Потому что вот этот вот хонорик. Да ладно, не надо. Он проявился? Да, он проявился. Слушайте, ребят, я не знаю, почему ближники именно не видят. А вот, кстати, за то, что я посмотрел рекламу, мне на какое-то время дали вот такого вот защитничка. Здесь он почему-то один. А так он должен быть еще и с животинкой. Так, ладно, хорошо. Я, короче, понял намеки, что здесь действительно все пахнет очень хреновенько. Так, раз только ближники видят, точнее дальники, дальники. Ну. Два, два минотавра ползут. Ох, 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 ох. Что делать-то будем? Да и куда ты побежал? Иди туда. Молний, даже три. Да куда же вы поменяли-то? Вы же вроде туда шли, сейчас поменяли свой путь. Иди сюда, молний. Давай, 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 давай. Нам хотя бы, ребята, одного подбить. Ничего себе. Я не думал, что здесь так будет сложно все. Главное, чтобы они молнии мне не задели, не подбили. Так, а где мой-то главный герой? Ага, он отвлекает, да? Берет на себя внимание. Так, лучники стремятся, стараются как нельзя по красоте. Так, а это все-таки проходит. Давай, мой родной, иди сюда. Нам нужно с тобой как-то вот этого вот придержать. Блин, со всех сторон идут. Просто раздавили. В хламину, ребят. Давай, иди сюда, молний. Бегом, просто бегом, беги. Молний, бегом, говорю себе. Чеши сюда, наяривай. Ты посмотри, а. Нет, страх это, конечно, все хорошо. Но, по-моему, эльфийская лучница, которая темная, да, она с отравлением намного лучше как-то справляется. Я могу, конечно, ошибаться. Но ты посмотри, что тут происходит. Слушай, рыцарь довольно неплохо держится, я тебе хочу сказать. Поэтому, в наших интересах, наверное, лучше прокачивать рыцаря. Ой-ой-ой-ой-ой. Одного хотя бы подобьем. А тут еще двое. Так, минус один. Отлично, ребята. Пока все идет по красоте. Прокачал еще эльфийского лучника. Так, давай-ка мы ее вот сюда поставим. А издалека будет бомбить по нему. Давай, стреляй, пожалуйста. Стрелы вот эти вот. Отлично. Так, испугали мы его. Пошел, как говорится, опять на попятную он. А это, кстати, ребята, последняя волна. То есть мы ее с вами пройдем. Я боюсь даже представить, что будет за миссия с боссом. Там, наверное, жесть, трэш будет полнейший. Но, тем не менее, победушка-то за нами. Как ни крути. Так, мы с вами получили... Кстати, молнии скоро сможет прапаться. Ох ты, ох ты, ох ты. Какой-то хороший щит. Стильный атрибут рыцаря. Отлично держит удары. Оснащен небольшим кармашком с внутренней стороны. То есть 5% защите он нам дает. Ну, а это мы все знаем прекрасно. Это у нас ниндзя. Но ниндзя у нас и так прокачан. Будь здоров. Правда, мы его с вами почему-то не используем. Я сейчас взял именно мечника. Так, ну что у нас тут по героям? Очков пока нету. Молнии у тебя пока тоже ничего нету. Эх, Ред. Да. У Реда 5 очков. Подожди, а мы... А, нет, это если ты его приобретешь. Понятно. Ребят, у меня предложение такое, смотрите. Двулик. 439 рублей. Не хочу, потому что моему знакомому Сашке, московскому, он за 149 рублей выпал. Так что 149 рублей все-таки это нормуль, да? Чем 500 рублей. Так, мы, кстати, можем с вами сходить на доп задания. Давайте-ка я заберу здесь гемчики. На доп задания мы можем с вами здесь помочь и пройти еще один уровень у мясника. Давайте поможем здесь, наверное, да? Причем, сколько бы я ни играл, у нас, получается, с вами первый день. А всего лишь здесь 7 дней. То есть, как я не могу понять, мне пройти сразу 7 дней. Не врублюсь, если честно. Ладно, давайте попробуем помочь нашим, как говорится, бедолагам. Слушай, а может быть, нам все-таки взять... Давай мы, наверное, все-таки возьмем сюда вот ниндзю. Горн Средиземья. Магический. Так, это все хорошо. Давай вот так вот попробуем. Была, не была. Если, ребята, вдруг мне не понравится, да? Или мы с вами будем проигрывать, я, естественно, все это дело поменяю. Ух, елки-палки. Так, ну здесь у нас противников будет очень много. Будут идти со всех щелей. Поэтому вот на таких точках всегда нужно устанавливать именно подрывничка. Вы знаете, почему, да? Так, и, наверное, вот сюда я поставлю эльфа. Но его обязательно нужно, ребята, прокачивать до звездочки, чтобы он имел способность отравлять. Ну что же, запускаем. Давайте смотреть. Ну, здесь вначале обычные самые легкие орки. С ними, в принципе, мы с вами легко справимся. Даже молнии просто их там бомбит налево и направо. Так, шикарно. Но это первая волна, естественно, ребята. Их тут три всего лишь будет. Мы, кстати, посмотрим. Если нам сегодня дадут прямо вот сразу пройти второй и третий, я думаю, что есть смысл немножко заморочнуться с этим делом, да? Давай-ка я сюда поставлю друлю. Да, друид здесь как раз будет в тему. Так, давай-ка ускоримся. Потому что пока здесь довольно легкие противники, вот мы их с вами очень-очень легко забомбим. Так, 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 так. Отлично. Перекрыли, как говорится, пути. Следующая волна. Опять же, все пока легко и просто. С ними, опять же, разбираемся на изи. Давай-ка вызовем ниндзю сюда. И прокачаем его маленько с вами. Так, ну тут уже рогатый орк. Его, ребята, разорвало. Все. Ну, легко, согласись на самом деле. Задание выполнено. Защитник. Ух ты. Ух ты. Увеличивает дальность выстрелов наших лучников и подрывников. Кстати, у меня, по-моему, уже такой, такой есть, ребята. Сейчас посмотрим. Так. А, ты смотри-ка, я не могу идти. 8 часов откат. Слушай, а как же мне тогда выполнить этот второй день? Я не понимаю. Потому что по стечению этого времени у меня опять будет первый день. Странно как-то. Что ты мне хочешь показать здесь? А, ты хочешь, чтобы я потратил. Нет, я ничего тратить не буду. Ну что, отправляемся к мяснику. Попробуем с вами пройти третий день. Ух. Серьезно, третий день, ребята, будет уже сложнее. Так, а здесь мне даже не дают шанс взять дополнительного героя за рекламу. Ладно. Ну что, возьмем, наверное, мы с вами все-таки вот этого вот эльфа, да? Нашего отравляющего. И поехали. Игры улучшает память. Угу. Так, сколько ты нам? 450, ребята, монет у нас. Мы... Так, опять начинает, ребята. Он начинает... Он сразу же начинает буянить своим крюком. Как один из подписчиков написал. Пунч, ты нас не обманешь. А это, ребята, пунч. Это из доты, насколько я помню, да? Ну, это герой вообще-то Варкрафта. Такой мясник. Так, ну что, у нас вот из этого леса... Ой, из этого леса. Тут со всех щелей будут идти враги. Так, ну что, тогда мы сделаем с вами вот здесь, скорее всего, подрывника. Ой. Я что-то не уследил, ребята. У меня сейчас только что молния уничтожили. Один зомби только остался. Так, ну что, здесь будет у меня подрывник стоять. А вот здесь я поставлю... Да. Темного эльфа. С возможностью отравлять. Ну что, запускаем? Тут еще капкань... Тихо ты. Да, ребята, он на раз уничтожает наших героев. Да вообще, кто бы ни был. Просто на раз. Ну что, давайте посмотрим, как у нас пойдут дела. Ой, а здесь-то у меня никого нету. Сюда-то я никого не поставил, а? Давай ниндзю влепим. Пускай он, ребята, здесь будет на защите, да? Ну, так. Теперь мне придется, ребята, всех контролировать. Всех героев. Даже моих левеньких персонажей. Чтобы этот мясник его, естественно, не уничтожил крюком. Так, в чем проблема? Не мог понять. А, надо запустить. Опять же, тут три волны. Каждая волна будет с каждым разом все сильнее и сильнее. Но, я думаю, для нас это не помеха. Так, ниндзя, давай-ка мы тебя вот сюда переместим. Так, что? А, нет. Погоди-ка, не надо, не надо. Сейчас зомби, ребята, уничтожат, смотри. Просто разорвал его, да и все. Все, пока у нас тип-топ. Единственное, что вот здесь вот, наверное, нам нужно с вами поставить друлю. Да, пускай будет друид у нас тут стоять. Запускаем следующую волну. Ага, идут аглоиды. Подрывник мне нравится, ребята. Как он бомбит. Как он великолепен. Вот его бы прокачать. Вот, я не знаю, там, звездочки 2-3 ему получить бы. Я хотел бы посмотреть, что у него за вторая способность. Эльфийка травит. Кстати, эльфийку бы тоже, ребята, прокачать бы, да? Не помешало бы. Массовая атака, мне просто нравится его. Так, погоди-ка, Радуль, ты куда собрался-то вообще? Куда собрался-то, я не могу понять. Побежал он там. Все, ребята, это была третья волна. Ну, согласитесь, все довольно легко и просто. Мы получаем, кстати, с вами по одной звездочке за каждое прохождение. И это очень круто. Опа. Опа. Пули. Это что такое, ребята? Призов НЛО охраняет выбранную область, нанося урон и оглушая противников. Ёлки-ты-палки. Это, ребята, еще одна дополнительная магия, которую мы с вами можем использовать. Замечательно. Так, что у нас в лагере? Так, лук. А у нас вот это что делает? Увеличит урон, наносимый лучниками и подрывниками. На две. А вот это на сколько? Подожди-ка. Увеличивает дальность. Там урон, а здесь дальность. Заманчиво-то как, а? Слушай, мы, наверное, вот это вот уберем, да? Потому что у нас вот все равно есть улучшенное на три. А вот это мы поставим, потому что дальность плюс урон, это вообще великолепно будет. Так, мы с вами можем улучшить вот этот посох. А вместо кроликов я, пожалуй, поставлю вот это НЛО. Я, правда, не знаю. Нет. Нет, 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 нет. Или да. Слушай, ну вот это вот откидывает назад, в принципе, неплохо. Правда, маленькая дистанция, на которую он может отбросить. Хм. Но все равно заманчиво. Мне, конечно, вот, ребята, вот это вот, если бы еще была бы набройка, я бы улучшил на плюс два. И вот эти бы уже на плюс три сделал бы. И вот этот посох нужно тоже сделать на плюс два. Улучшает концентрацию магов. Это как раз, ребята, для нашего молния. Вообще зашло на ура. Да, поверь мне. Так, что у нас... Да, так, это понятно все. Смотрите, ребята. Знаете, для чего, ребята, я теперь коплю вот эти вот гемы? Для того, чтобы купить себе героя. Я хочу купить двуликово. Он стоит, если, например, получать его за гемы, тысячу. То есть мне осталось совсем ничего, да? Буквально еще, ну, 400 гемов накопить. Я думаю, что я справлюсь с этим делом. И мы с вами идем дальше на остров Минотавров. Мы с вами потихоньку-потихоньку идем именно к нему. Так, если вы потерялись и не знаете, куда идти, не стесняйтесь спрашивать дорогу у местных. Может быть, он промычит что-то полезное. Хе-хе, намек понятен, ребят. Я так лично и прекрасно их понял. То есть здесь будут Минотавры, как всегда, ребят. Ничего другого здесь нам не предвидится. Ну что, возьмем, наверное, мы с вами все-таки вот этого вот эльфа. Ну, мне он понравился, ребята. Отравление действительно у него опупенное. Не представляю, где нам здесь искать ученого. Да еще эти Минотавры постоянно мешают. А вот один, вроде не собирается нападать. Эй, люди, заберите своего обормота. Этот чудак постоянно шпионил за нами. Крал наши зелья, напивался и буянил. Хе-хе-хе. А потом по пьянищу и рассказывал нам в деталях, как он собирается нас атаковать. Мы смеялись над ним, но в последний раз он забрался в нашу пивоварню, заперся и уже три дня уничтожает наши запасы. Я хочу опередить рогатых и добраться до этого ученого первым. Так, ребята, мне такое впечатление, что нам дадут какого-то ученого, если мы с вами вообще пройдем. Так, судя по всему, у нас одна дорожка, которую мы должны защищать. И это круто, на самом деле. Плюс вот здесь вот лесная тропинка какая-то, да? И вот основные массы будут идти здесь. Поэтому начинаем с вами. В первую... Ой. Ладно, пускай будет ниндзя. Хотя на самом деле здесь должен быть... Ладно, ниндзя все-таки, мне кажется, лучше мечника. Хотя, как посмотреть? Так, подрывник сюда мы с вами поставим... Не, вот сюда я поставлю друида. А вот сюда, наверное, я поставлю нашего эльфа. Так, прокачиваем хотя бы на одну звездочку всех. И ниндзю... Да, на ниндзю, к сожалению, не хватает. Так, сюда я, ребята, выпускаю молния. А вот сюда у меня пойдет мой главный персонаж. Ну что же, запускаем. Кстати, у нас НЛО, которое нужно будет протестить. Ну, протестим его уже в таких ситуациях, в экстренных, так скажем. Так, ты иди помогай, что ты там стоишь-то? У нас задание, убить дробаша там сколько-то минотавров. Так, что это задание нужно? А, 10 минотавров, да? Подрывник. Колоссально бомбит. Так, молнии, давай-ка вот сюда вставай. Хватит уже действительно прохлаждаться. Причем мой персонаж очень хорошо владеет искусством боевым, да? Против обычных мобов. Вот против всяких там минотавров, это, конечно, очень жестко для него, на самом деле. Не справляется он. Так, Друля, ты готов? Тут, наверное, тебе нужно подкачать маленько, потому что вражина пробирается. Как-то не странно. Так, молнии. Ты хоть зомби он вызвал, но какой-то он хиленький, ничего не делает. Так, Друля, ты будешь реагировать или как? Может быть, нам пора проверить, что такое НЛО? Нет, я думаю, что пока не пора. Пока перебьемся. А вот сюда нужно... Я даже не знаю, что... О, вот сюда, кстати, можно подрывника еще одного, ребят, влепить. Чтобы он вот здесь вот стоял и бомбил бомбочками своими. Да, два бомбардира, это будет... Так, тихо. Давай проверим, блядь, что делает это НЛО. Так... Ох, 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 слушай-ка, ну в принципе, ребята, в принципе, неплохо. Конечно, если вот здесь была бы драка, да, то он бы, я думаю, всех бы смог уничтожить. Так, у меня еще есть одна попытка на НЛО. Так, родной, давай-ка мы с тобой перебежим, потому что я боюсь тут бомбардир, хотя нет, справляется вроде бы как. Так, да, отлично, у него все получилось. Так, эльфа я прокачу на две звезды. Ниндзю. Как же про ниндзю-то я забыл. Ниндзя это наша боевая сила, которая сдерживает. Пока мои персонажи будут где-то там бегать, прохлаждаться, кого-то, как говорится, бомбить. Так, что там? Молнией, давай подключайся, хотя он, в принципе, достает. Ладно, пускай так достает. Опа, 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 ребята. Пошли со всех щелей. Слушай, мне бы, конечно, хотелось бы получить двуликового. Я хочу посмотреть, ребят, что он вообще делает. Вообще, говорят, чувак имбовый. Вместе с Константином, кстати. Ну, так как этих персонажей у меня пока нету, я ничего не могу, ребят, вам сказать. А вот друльку нужно прокачать, ребята. 550 монет мне для этого нужно. Ну, убейте там хоть одного, во. Давай вместе с пандочкой будем грызть этих аглоедов. Плюс кролики, все, что нужно, ребята, для хорошей жизни, комфортной на этом поле боя. Смотрите, как мой герой, ребят, он просто там сдерживает всех. Правда, там нельзя наяривать, будь здоров. Я его прокачаю за такие, как говорится, заслуги. Так, панда, давай наяривай. И сюда нам нужно с вами влепить, наверное, эльфа-лучника. А знаете почему? Потому что я вот сюда его поставлю, и он будет тоже обстреливать. Так, смотрим, кто у нас тут. Ох, елки-палки, хорош. Хорош, так много всяких противников. Да ладно тебе! Твою ж налево, ребят. Ну, это третья волна, только уже этот аглоедушка идет. Ниндзя, я надеюсь на тебя. Я на тебя, я в тебя верю, что ты сможешь здесь отстоять. Да, он просто, ребята, его бомбит. Слушай, а молния на самом деле нужно вставить вот сюда. Чтобы он издалека бомбил, и чтобы до него минотавры эти не доходили. Так же, ребята, это касается и бомбардира. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда это вы? Так, ну-ка, тарелочка, покажи, пожалуйста, свою силу и мощь. Как ты это все сделаешь? Смотрите, ребята, неплохо жарит на самом деле. Но хотелось бы получше, хотелось бы получше. Но все равно спасибо. Все равно спасибо ей большое. Так, смотрите, ребята, все-таки отравление, мне кажется, лучше. Хотя страх, который делает обычная светлая эльфийка, тоже неплохо, да? Он все-таки убегает, потом очухается и идет обратно. Опа, шаман. Шаман, ребята. Так, подожди. Петруля, беги быстрее, бомби их. Ну. Так, суицидальные кролики. Да ладно, он пробежал. Он пробежал, как ты умудрился? Так, эльф, давай, иди сюда. Травани его, пожалуйста. Да нет, давай, вот. Отлично. Слушай-ка, я сомневаюсь, что у меня... А, у меня еще главного героя подбили. Моего главного героя. Давай, молнии, беги, как молния. Я тебя жду здесь. Жарь его. Вызывай там своего зомби и жарь. Ну. Справимся? Да я думаю, мы должны, ребят. Ну, где ты там? Отлично. У него амулет еще, ребят, на заморозку стоит. Помните, да? Который был у меня. Так, опять тут... Ох, елки-то-палки. Ладно. Четвертая волна. Я думаю, что здесь мы с вами отстоим. Бомбардировал лучше. Так, генералы идут. Орковские. Орковские ребята, генералы идут. Так, давай, вот так вот мы сделаем. Бедный ниндзя. Бедный ниндзя. Ну, смотри, он очень неплохо держит удары. Правда, его раздавили уже. Ага, я понял. У меня нет такой возможности, да? Применять. Свой скилл. Хорошо, ладно. Давай, друля. Так, погнали, 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 погнали. Вот этого главное нам... Да тут еще... Нет, так дело не пойдет, ребят. Давай вот так вот. Нормуль. Под барабаны они, естественно, бегут как сумасшедшие. Молнии, ты хоть что-нибудь тут будешь делать или нет? Отойди, сейчас будет бомбить тебя. У меня больше ничего не осталось из магии. Вот что я хочу сказать тебе. Воу, эльф достает. Причем довольно прикольно, ребят. У него... Дистанция, ты посмотри. Обзор. Опупенный. Так, погоди-ка, 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 погоди-ка. Аглоедушка, ты куда это разогнался? Нам нужно сюда еще, наверное, ниндзю вызвать. Только поставить его надо вот сюда, на эту тропинку. Прокачка, естественно. Как же без прокачки? А этот идет? Ну, у меня... Видите, друид что делает? Вызывает кроликов. Кстати, нужно еще одного друидушку поставить сюда, да? Так, мой герой воскрес. Быстрее, быстрее, быстрее их сюда переводим, чтобы они могли забомбить этого огромного минотавра. Я просто действительно боюсь представить, что здесь будет за босс. Ну, я предчувствую, что будет минотавр. Так, справились. Отлично. Так. Твою же налево, ребята. Три огромных минотавра сейчас пойдет. Три огромных минотавра. И у меня, кстати, все... Все башенки заняты, ребят. То есть я больше не смогу ничего поставить. Ну, естественно, я могу уничтожить определенные, да? Ненужные мне, как говорится, юнитов. И поставить вместо них нужных. Но в данный момент я ничего ненужного здесь не вижу. Все. Все очень нужно, ребят. Все очень нужно. Вот это с барабанами меня раздражает. Он ускоряет толпу. Ускоряет, я так понимаю. И усиливает еще ее. Ох, молнии жарит. Так, у меня есть еще одна, ребята, телепортация. На худой конец. Если нам понадобится, мы сможем с вами ей воспользоваться. Так, друида нужно прокачивать. Вот что. 240. Не хватает чуть-чуть. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай-давай-давай-давай-давай сюда. Перебегай. Так, молнией. Вот молния стоит здесь себе. И спокойненько, ребят, просто бомбит магией. И никто его не трогает. То есть никто его не может раздавить. Это круто. Кстати, то же самое нужно делать и с друидами, поверьте мне. Если мы хотим, чтобы он здесь жил у нас. Потому что если он будет стоять на дороге, естественно, его сразу размажут. Так. Слушай, давай-ка сюда. Молнией переходи. Будешь отсюда теперь вжаривать по ним по всем. Нам нужно выжить. А вот ниндзи нам как раз наоборот нужны, чтобы стояли на дорогах. Так, давай-ка прокачаем. Ну, сколько там еще, ребята? Ну, в принципе, не очень много. А там уже следующая волна идет. Ты прикинь? Там уже следующая волна идет. А я еще с этой не справился. А почему так плохо? Неужели они настолько стали крепкие? Так, застанили. Ниндзя там бедняга, бедный. Но он справляется. Его бы прокачать. Вот что я хочу сказать. Без прокачки-то как-то кисло. Друида снес, а? Упырь! Эльфы, бомбите как никогда. Ну, так. Это только мы с одним с вами Минотавром справились. Это только с одним Минотавром справились. Со вторым. Так, ладно. Двух Минотавров как будто не бывало. Погоди-ка, 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 погоди-ка. Вот так вот. У меня есть, есть еще, ребята, в закромах за пасеки. А где мой главный? А, главный персонаж у меня уже погиб. Остается только молнией. И это шестая волна. Как я тут буду вообще проходить? Эй! Друзья мои, ненаглядные. Тут жесть творится. Тут просто творится жесть какая-то. Блин, ребят, не хватает прокачки. Я не знаю, давай придется делать. А что сделаешь, ребят? Ну вот придется. Ну, вжаривай, вжаривай, вжаривай как никогда. Где там мой молнии? Молнии я не вижу. Вот он стоит. Вот этот, боюсь, ребята. Ох ты! Пробегают. Ну-ка обратно. Еще одну, ребята, с вами тарелочку, наверное, призываю. А, у нее откат. Энергия пока копится. Ну, естественно, мой главный персонаж, как всегда, отдуплился. Придется. Хочет этого или нет. Но это придется сделать, ребят. Давай так попробуем. Откуда этот-то взялся тут? Эй! Чепушила! Ты откуда взялся здесь? Вроде не было его, или он был просто, ребята, за телой этого амбала? Черт подери. Я офигею. Какая здесь трешовая фигня. Ребят, эта битва просто... Не на жизнь, а на смерть. Ты сам видишь это прекрасно все. Так, друиды я больше прокачать не могу. Как бы я не хотел. Так, а что-нибудь вообще можно прокачать? Во! Бомбардира. Бомбардира, иди сюда. Ты здесь сейчас нужен. Как никогда. Так, у меня больше из магии нет. У меня есть только телепортация. Ниндзя, прокачка. Что-то мне кажется, что мы, ребята, здесь с вами сфейлимся. Я, конечно, не хочу, чтобы это произошло, но вот такое вот почему-то предчувствие. Ты посмотри, сколько здесь минотаров. Плюс еще Огр бежит. Давай-ка вот так сделаем. Пока вот с этими хотя бы охламонами здесь расправимся. Так, ниндзю я больше прокачивать не могу. Друида тоже не могу. Это вот все. Все пофулки. Все, ребят, пофулки прокачаны. Придется гемы, наверное, тратить. Судя по всему. Так, с барабанами уничтожили. Классно. Теперь они будут медленнее идти. Ты смотри, идут, идут, идут. Блин, ну как же вот не хватает, ребята, мне вот прокачки. Карточек не хватает именно на моих юнитах, ты понимаешь? Были бы у меня карточки, я бы, естественно, прокачал бы их по максималке. Это было бы вообще великолепно. Ты представляешь, если вот, например, Друид бы имел, например, 3 звезды. Я вообще не представляю, что он там будет делать на такой имбе. Смотри-ка, мы справились здесь с вами. Как ни странно. Давай-ка быстрее всех сюда. Мой герой самый ватный, судя по всему. Потому что его вообще колбасят налево и направо. И это у нас финальная волна. Грифоны. Ммм, а у меня, у меня лучники есть, слава богу. Так, давай, иди сюда. Молния, а ты разве не можешь бомбить в воздушной цели? Какой-то бред, на самом деле. Ты, по идее, должен подбивать их. Так. Отлично. Блин. Ребята, грифонов-то тут... ...достаточно много, я тебе хочу сказать. А, друиды все-таки тоже подбивает, да, их? Хорошо. Ё, простите. А вот это вот, вот это-то откуда? Так. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Фух. Да ну. Ты просто посмотри, что происходит. Давай вот сюда поставим нашего... ...молния. Так, лишь бы не прошли Нам нельзя пропускать, ребят, грифонов с вами Ты посмотри, просто толпучка Так, кролики как раз подобьют этих орков, минотавров, кого они там тащат Всякую шалупень, короче Давай, 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 осталось совсем немножко Осталось совсем, говорю, немножко Фух, смотри-ка, мы с грифами с вами справились, ребят И это круто, на самом деле Это великолепно Так, теперь бы с орками расправиться И это, кстати, будет последняя волна Ну, видимо, они рассчитывали, что у меня здесь будет много всяких ближников, да И они захотели меня здесь грифонами взять Но не тут-то было Мы с вами, ребята, выкрутились Причем довольно хорошо На три звезды Гемы я потратил, да, не без этого Но, поверьте мне, оно того стоило Кстати, молнии скоро получат уровень, через две звездочки Так, шлем этот у меня и есть Шесть гемов отбил А потратил сколько? Потратил очень много, на самом деле Слушай, по-моему А, тут уже какой-то бар, видимо, да? А потом уже будет сам Лабиринт Да, неплохо сегодня повоевали Я вам скажу, ребята Очень неплохо Ну что, будем закругляться Я думаю, в следующей серии Мы с вами уже, наверное, действительно Дойдем до Минотавра Его накажем, проучим И куда мы там отправимся-то с вами? Отправимся куда-то вот сюда Пляж Так скажем И вот это я чувствую будет босс Так что всем пока Всем удачи И до новых скорых видосиков Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok